Таллинская епархия Таллинская епархия Прежде всего я бы говорил о его значении и роли конкретно для Эстонии. Человек, который родился в городе Таллине, который сделал достаточно много для того, чтобы сохранить и спасти целый ряд храмов, как историческое наследие, как культурное наследие и очень важно для православных, конечно, храмы. С его усилиями был сохранен Пюхтицкий монастырь. То есть для Эстонии он, конечно, сделал достаточно много. Но вы сами придете на открытие памятника? Обязательно, потому что для меня это долг чести. Я рос практически в этой семье. Я был крещен отцом Алексея II, отцом Михаилом. Я очень хорошо знал всех его родственников, которые здесь были. В прошлом году одна из них, последняя близкая родственница, умерла. Это, в общем-то, друзья нашей семьи. Поэтому даже не только потому я приду, что такая фигура в плане иерархии православной церкви, а потому что просто это хорошие семейные знакомые. Были сказаны хорошие слова про него, великий человек, великий земляк. Это так и есть, потому что этот человек всю свою жизнь, начиная в том числе в Эстонии, боролся за сохранение развития православия и не только. Благодаря ему удалось отстоять, может быть, наши современники уже не помнят таких вещей, но благодаря ему удалось сохранить в лоне церкви и кафедральный собор Александра Невского, который хотели отдать совсем другим организациям, и монастырь Пюхтицы. Он немало сделал, будучи здесь, в Эстонии, даже в то, в старое время, для примирения для гражданского мира в нашем обществе. Этим он занимался и на посту патриарха, и при его участии, при его непосредственном участии в его организации воссоединилась русская православная церковь, было сделано очень много. Немало говорилось о том, что на церемонию открытия приглашены высокие гости из Москвы, однако, по словам таллинского руководства, главными на этом торжестве станут не чиновники, а сами горожане, для которых возводится храм в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница. За минувший год он значительно изменился. В данный момент ведутся уже фасадные работы, а также полным ходом идет строительство звонницы. И, как показывает опыт предыдущих лет, когда проводились служения по церковным праздникам, внимание простых горожан к храму не ослабевает. Мне кажется, что это правильное решение, что, наверное, так и должно было произойти. И очень хорошо. То есть в газетах я читала. Хорошая идея. Я знаю, что он возглавлял церковь. Ну, по-моему, был достойным человеком. Он, кроме всего, родился еще в Рейбеле. Он родился в Таллине, совершенно верно. Да, я забыла об этом. Так что пусть стоит памятник. Вообще памятников должно быть много. Еще фонтанов. Надо. И побольше еще памятников. А то у нас вообще нету. Это хорошо, что сделают там туда. И там больше. Вообще-то вот почему-то ставят туда, где эти русские, больше русских живут. А солнце, что они не верят? Они тоже верят. А Бог-то у нас один. Заслужил человек. Всю жизнь служил он верой и правдой народу. Пускай будет. Есть люди, которые верующие и сильно верующие. Им-то интересно и хорошо. Так что я не против. Старейшина района Ольга Иванова сказала, что бюст Алексея II будет установлен лишь в пятницу вечером во избежание актов вандализма. Во время проведения церемонии будут открыты дополнительные парковочные места, а за порядком на мероприятии будут наблюдать дополнительные патрули МУПО и полиции. Столичная мэрия приглашает всех горожан в этот знаменательный день прийти к храму в 12 часов, чтобы принять участие в открытии памятника и увидеть, насколько преобразился облик строящегося храма. Елена Соломина, Рихо Пресс, Первобалтийский канал. Рихо Пресс, Первобалтийский канал.